Пациенты, которые получают химиотерапию на основе цисплатина или карбоплатина и получают в результате этой терапии стабилизацию заболевания, частичный ответ или полный ответ подлежат терапии, поддерживающей терапии авилумабом. Пациенты, которые не могут получить цисплатин, они могут получить карбоплатин. И также в случае получения стабилизации частичного или полного ответа, они подлежат поддерживающей терапии авилумабом. Ну а те пациенты, которые либо имеют высокую экспрессию PD-L1 изначально и не подходят для цисплатина или вообще не подходят ни для какой платина, содержащей терапии, они могут получать терапию ингибиторами контрольных точек иммунного ответа с самого начала. Почему поддерживающая терапия авилумабом, не дожидаясь прогрессии заболевания, а сразу после того, как мы получили стабилизацию, еще раз подчеркиваю, достаточно получить стабилизацию, частичный ответ или в идеале полный ответ, почему они подлежат немедленной терапии авилумабом? Если мы посмотрим на отдаленные результаты лечения этих пациентов, то мы видим, что медиана общей выживаемости от начала лечения составляет почти 30 месяцев. Если мы проводим химиотерапию пациентам с метастазами, получаем один из этих вариантов ответа и ждем прогрессии, чтобы назначить следующую линию терапии в виде иммунотерапии, например, пембролизумабом, то вы видите, что медиана выживаемости этих пациентов значительно меньше, от 16 до 18 месяцев. Таким образом, мы прибавляем целый год жизни пациентам, если мы назначаем поддерживающую терапию авилумабом сразу после завершения химиотерапии. Уже не говоря о том, что, к сожалению, вторую линию терапии получают лишь 20% больных, причем это данные не российские. Сегодня и Мария Владимировна говорила об этом, что, к сожалению, и первую линию терапии получают не все больные, 60% больных, а уже вторая, третья, это значительно меньше. Поэтому, конечно, мы должны делать акцент на первую линию терапии. И поэтому сегодня, начиная с платиносодержащей терапии, мы проводим от 4 до 6 курсов. Те пациенты, которые у нас получили частичный ответ или полный ответ после оценки эффекта, мы добавляем еще 2 курса платиносодержащей терапии до 6 циклов. Во многих исследованиях показано, что проведение более 6 циклов не имеет никакого смысла, поэтому 6 циклов – это максимум, который должны получить пациенты. Если пациенты получили в качестве ответа стабилизацию заболевания, то достаточно 4 циклов, не имеет смысла продолжать химиотерапию, и мы сразу должны назначить поддерживающую терапию авиломабом, препаратом Бавенсию. Эти рекомендации появились после завершения крупного рандомизированного исследования Javelin Blader 100, которое оценивало роль поддерживающей терапии ингибитором PD-L1 авиломабом у пациентов с неоперабельным местно распространенным или метастатическим уротелиальным раком. Пациенты получали от 4 до 6 курсов химиотерапии на основе либо цисплотина, либо карбоплотина, и те пациенты, которые получили частичный ответ, стабилизацию или полный ответ, рандомизировались на пациентов, получающих поддерживающую терапию авиломабом, либо просто наблюдение уже с началом терапии, потом, тогда, когда они начинали прогрессировать. Основной задачей исследования было показать преимущество общей выживаемости во всей когорте больных и у пациентов с высокой экспрессией PD-L1. Ну и, конечно, вторичные и конечные точки включали оценку выживаемости без прогрессирования, частоту ответов, безопасность и переносимость. Как вы видите, 90% больных – это были пациенты с 4-й АБ стадии, 10% больных имели только метастазовые лимфатические узлы. И вот конечные результаты исследования. Общая выживаемость почти 30 месяцев в общей популяции пациентов по сравнению с 20 месяцами у пациентов, которые не получали поддерживающую терапию сразу после окончания химиотерапии. Огромная разница в выживаемости, снижение риска смерти, относительно риска смерти на 23% и увеличение общей выживаемости более чем на 9 месяцев. Возникает вопрос, есть ли разница в преимуществе выживаемости у пациентов, которые получают поддерживающую терапию Бавенсию, в зависимости от того, что они получали в качестве химиотерапии. Мы видим, что у пациентов, которые получали карбоплотин и цисплатин, достоверное преимущество в отношении общей выживаемости у пациентов, которые получали поддерживающую терапию авилумабом. Также мы знаем, что, например, пациенты с опухолями верхних мочевых путей обладают значительно худшим прогнозом, чем пациенты с раком мочевого пузыря. И также в исследовании был поставлен вопрос, вы видите, подгрупповой анализ, ответ пациентов с опухолями верхних мочевых путей и у пациентов с опухолями нижних мочевых путей или раком мочевого пузыря. Мы видим, что различий в ответе нет, в зависимости от того, какие отделы мочевых путей были поражены. Преимущество общей выживаемости наблюдалось вне зависимости от выраженности ответа на первой линии химиотерапии. И у пациентов, которые получили полный ответ, вы видите, полный ответ медиана выживаемости почти 40, 39,8 месяцев, и пациенты с частичным ответом, и пациенты со стабилизацией заболевания имели преимущество, если они получали сразу поддерживающую терапию. В зависимости от количества курсов химиотерапии мы видим также везде, во всех подгруппах больных преимущества, вне зависимости от количества курсов проведенной терапии перед Авилумабом, пациенты имели существенные преимущества. Единственное, в ответе, 5 курсов здесь нет достоверных различий, но таких пациентов, видимо, было просто мало. Но 4,6 курсов достоверные преимущества у пациентов, которые получали Авилумаб. Частота ответов. Мы видим очень высокую частоту ответов и контроля над заболеванием. Почти 51% контроль над заболеванием у пациентов, которые получали терапию комбинации, извините, поддерживающей терапии Авилумабом. И только 34% пациентов, которые получали наилучшую поддерживающую терапию после получения эффекта от химиотерапии. Каждый третий пациент на поддерживающей терапии был жив более года без прогрессирования заболевания, что является очень впечатляющим результатом. Такой сленговый термин – long responder, то есть те пациенты, которые получили длительный ответ. Вы видите, с левой стороны колонка – это все пациенты, вся когорта больных. Справа – это пациенты, которые получили длительный ответ более 12 месяцев. И мы видим, что вне зависимости от статуса, от PD-L1 статуса, от режима химиотерапии, от выраженности ответа на химиотерапию, вне зависимости от первичной опухоли и локализации метастазов, везде мы видим преимущества у пациентов, получивших терапию Авилумабом. И мы не можем дифференцировать пациентов-long responder, тех, кто хорошо ответил, от всех пациентов, потому что во всех подгруппах пациентов есть пациенты, которые отвечали более 12 месяцев. Лечение было безопасным. Мы видим практически отсутствие различий в частоте нежелательных явлений. Мы знаем, что Авилумаб выгодно отличается от других чекпоинт-ингибиторов именно тем, что он вызывает очень небольшую частоту нежелательных явлений. Таким образом, поддерживающая терапия Бавенсио в первой линии является стандартом на сегодняшний день лечения пациентов с метастатическим урталиальным раком заболевания, у которых не отмечено прогрессирование на фоне химиотерапии. Бавенсио в поддерживающей терапии в первой линии, сразу после терапии препаратами-платинами, дает пациенту увеличение выживаемости и дает шанс жить более 2,5 лет, обеспечивая снижение относительного риска смерти на 23%. И, как я уже сказал, каждый третий пациент не прогрессирует в течение года, что, конечно, очень неплохо. Но это было регистрационное исследование, в котором участвовали тщательно отобранные пациенты. Возникает вопрос, что же происходит в нашей реальной клинической практике. Вот в этом году на симпозиуме G.U.ASCO были доложены результаты двух ретроспективных исследований в реальной клинической практике, которые включали достаточное количество пациентов. И мы видим, что общая выживаемость и выживаемость без прогрессирования при назначении поддерживающей терапии в авенсию также была очень-очень неплохой. Каждый третий больной в этом исследовании продолжает получать активное лечение. Эффективность поддерживающей терапии высокая. Причем, если вы посмотрите на категорию пациентов, которые были включены в это исследование, если в регистрационное исследование включались пациенты со статусом ЭКОК-01, то здесь было разрешено включать пациентов и со статусом ЭКОК-2, и даже со статусом ЭКОК-3. Поэтому категории больных значительно шире. И несмотря на это, пациенты получили прекрасный результат от лечения. Серьезные нежелательные явления в условиях реальной клинической практики, видите, всего 5,2%. Очень небольшая частота нежелательных явлений в третьей-четвертой степени. И второе исследование – это ReadyCAP, которое также продемонстрировало очень впечатляющую выживаемость без прогрессии от начала терапии 8,1 месяца. Годичная общая выживаемость при поддерживающей терапии почти 70%. Подчеркиваю, вне зависимости от локализации первичной опухоли, пациенты с неблагоприятными опухолями верхних мочевых путей, каждый третий больной – почти 2% – это были пациенты с опухолем мочеточника, лоханки, метастатические пациенты. И несмотря на это, вы видели, что общая выживаемость и выживаемость без прогрессирования не уступала результатам в регистрационном исследовании. Это исследование ReadyCAP также показало эффективность у пациентов с субоптимальной почечной функцией, что тоже важно. Это большая проблема. Мы знаем, что снижение клубочковой фильтрации и снижение клиренса креатинина наблюдается как минимум у каждого второго пациента. И всегда стоит дилемма, можем ли мы провести эффективную химиотерапию этим больным. И мы видим, что и у пациентов с нормальной почечной функцией, и со снижением клубочковой фильтрации поддерживающая терапия вилумабом была равноэффективна. Таким образом, данные двух проспективных исследований реальной клинической практики, которые были доложены в этом году, они полностью подтверждают результаты регистрационного исследования «Джевелин Бладра 100» по эффективности поддерживающей терапии вилумабом. Клинические преимущества вилумаба отмечаются у всех категорий пациентов, в том числе у пациентов с опухолями в верхних мочевых путях и у пациентов со сниженной почечной функцией. И на сегодняшний день это является стандартом терапии пациентов с метастатическим уротелиальным раком. Конечно же, у нас на этом терапия уротелиального рака не заканчивается. Мы сейчас являемся свидетелями бурного развития системной терапии и последующих линий эффективных терапий. Второй и третьей линии с использованием конюгатов. Несколько препаратов уже вышло на рынок. Это инфортумаб, видантин и другие препараты. Но в качестве первой линии терапии на сегодняшний день стандартом является именно платиносодержащая терапия с поддерживающей терапией авилумабом. Большое спасибо за внимание.